Кто-то мутрый как-то сказал, что на свете есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Огонь в костре, водавлике и танцующая женщина. Однако времена с тех времен изменились, и сегодня вместо танцующих женщин нам приходится бесконечно смотреть на людей, которые на нас работают. Сергей Демиденко, старая школа массажа и гостоправства, система ГИС. Сегодня я буду говорить о профессиональном массаже. Здравствуйте. Имею ввиду, говоря о профессиональном массаже, его не качество высочайшее и не какие-то особенности технические, а стабильность выполняемой работы. Стабильность результата. Мы уже об этом говорили и будем говорить еще долго, что не надо думать, раз профессионал, то это вот лучше ничего не бывает. Бывает. Бывает довольно часто. Любители могут даже предпрофессионалов на его территории преодолеть, победить, если захотят, если сильно постараются. Однако профессионал всегда даст фору в стабильности работы, в работе день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Люди, которые приходят учиться массажу, люди, которые решают связать свою жизнь с массажем, естественно рассчитывают на то, что долгие месяцы обучения, а то и годы даже иной раз обучения массажу, потом приведут к тому, что полученные профессии, полученные умения, полученные навыки позволят обеспечивать себя достаточно долгое время, но по крайней мере в идеале до пенсионного возраста. Однако на практике бывает совсем иначе. Очень быстро приходится молодому массажисту сталкиваться с тем, что называется профессиональные заболевания. То есть начало профессиональных заболеваний. Боли в суставах, боли в спине, боли в мышцах, переутравляемость и многое-многое-многое другое. Большая часть этих вещей связана с тем, что человек неправильно использует полученную технику. А еще чаще, что человек неправильно концентрирует свой интеллект, свой разум. Не на тех целях. Он концентрируется. Потому что человек, молодой начинающий массажист, старается работать как можно лучше, забывая при этом о собственном самочувствии. Нам довольно многие, не скажу что все, но довольно многие, например, ребята, говорили прямо так, что вот они пошли учиться массажу, как зная заранее, готовые, что им будет больно, что придется пить обезболивающие лекарства и так далее, и так далее. То есть желание помочь, оно оказывалось даже сильнее вот этих ожидаемых страданий. То есть люди уже знают, что будет болеть. И они готовы даже эту боль терпеть, лишь бы помогать людям. Потом оказывается, впрочем, что сильно помочь они не могут. Потому что техника их еще слишком слаба и движение слишком неумелое. А боль уже появилась. Мы считаем в нашей системе, системе, созданной именно для профессионалов, для, это сейчас называется индивидуал, по-моему, в России. То есть людей, занимающихся частной индивидуальной трудовой деятельностью. Так вот мы считаем, что ошибки начинаются с самого начала. То есть, во-первых, человек забывает о том, что надо заботиться о себе, о своем здоровье. И что это самая главная задача профессионала. Потому что если профессионал не будет заботиться о своем здоровье, не будет подстраивать технику своей работы под свое здоровье, то ему здоровья не хватит надолго. Он заболеет, и он перестанет работать. И он перестанет помогать другим людям, например, или творить чудеса, если это касается резчика там по камням. Помните ведь, наверное, все читали в детстве «Аленький цветочек» и «Легенды уральских гор» Бажова. Там был такой каменный цветок, который Данила, по-моему, мастер, резал. И все-таки были шутки, что, дескать, не выходит каменный цветок. Так вот, ведь там прямо в сказках этих было написано, в этих историях, что резчики умирали довольно быстро, потому что пыль вдыхают, заболевают. И это дело было распространено в те времена, когда у человека выбора не было, и человек вынужден был работать за еду. И традиция с тех пор, видимо, сохранилась, что вот неважно, как я себя чувствую, я все равно буду работать, пока будет возможность. Так вот, в наших силах, в наших условиях сделать эту возможность максимально долгой, если мы обратим внимание на ту технику, с помощью которой занимаемся массажем. И первая ошибка, которую мы наблюдаем у всех 200% начинающих массажистов, да и у опытных массажистов частенько тоже. Первая, самая важная ошибка – это положение тела. Это та позиция, та стойка, с которой они начинают массаж. Здесь у меня тела нет человека, однако традиционно считается, что наиболее удобная высота рабочего стола должна быть такой, чтобы верхняя поверхность массируемого человека была примерно на уровне нашего пупка. То есть, если предположить, что вот здесь у нас задница или там спина, и мы вот стали ее массировать, то первая ошибка, которую совершают люди – это полностью забывают о своей спине и о своей пояснице. То есть, тут бывает так, когда человек забывает и работает там как-то изо всех сил, обеими руками сразу, наклоняясь очень далеко, вытягиваясь куда-то там, забывая, что это положение сразу забивает нашу спину и нашу поясницу. Другой вариант, которым порадовали нас некоторые выпускники, польские, но боюсь, что и русские, а сейчас тоже уже есть такие, творческие, креативные, это вот такая вот вертикальная позиция позвоночника, то есть карате. А как они нам объяснили, есть некий, вроде бы француз, какой-то там великий мастер массажа и, кажется, хиропрактики или костоправства, и вот он, наблюдая за, естественно, страданиями специалистов, работающих массажистов, он пришел к выводу, что раз, чаще всего приходится работать вот так, согнувшись, то нужно беречь спину, в силу того, что он хиропрактик, он, разумеется, думает только о позвоночнике. К сожалению, людей, работающих с бувями, чаще всего в медицине учат так, что есть позвоночник, есть нервы вокруг позвоночника, а все остальное от лукавого. То ли потому, что не умеют преподаватели работать с мягкими тканями, то ли потому, что это уже вот такой стереотип, вбитый чуть ли не с молоком матери, позвоночник, позвоночник основа всего. Мы забываем о том, что позвоночник держится благодаря сухожилиям, мышцам, связкам, огромному количеству мягких тканей, которые кости эти, в общем-то, в куче держат. Но бог с ним. Вот спор этот француз, или как его там, решил, что вот эти наиболее часто встречаемые позиции в работе приводят к быстрому забиванию мышц, мышцы устают, возникает боль, потом появляются какие-то грыжи межпозвоночных дисков и прочие ущемления. Вот решил, что самый простой вариант, ну, в общем-то, для инженера это было бы, наверное, даже естественно. Самый простой вариант – снять нагрузку. То есть, да, вот вертикальная спина, и да, в этом положении никакой лишней нагрузки на спину нет. И давайте массировать ногами. Это хорошая мысль – работать ногами, потому что отталкиваясь от опоры, мы получаем возможность всю массу нашего тела вложить в движение. Да, как в боксе. Вот ты раз и вложился через задницу, через плечо. И вся масса твоего тела ушла в плак. То же самое у массажа. Да, вот ты вкладываешь руку, и благодаря этому ты можешь мощно и глубоко толкнуть. То есть, ты не просто шкурку гладишь, а ты все остальное, что под шкурой, вплоть до тех самых глубоких мышц, которые там вдоль позвоночника лежат. Ты все это можешь одним движением разбудить и ввести в работу. Но вот в этом положении, когда ты работаешь жесткой спиной и только ногами, ты не можешь сделать очень много, потому что неудобно. Ты запаришься ходить вокруг стола, пытаясь найти вот, пытаясь вот этот кусочек сделать здесь, а потом сделать здесь. А время идет. Профессионал зарабатывает временем. Чем быстрее ты сделаешь человека, качественно сделаешь. Тем быстрее ты сможешь нового взять. То есть, больше сможешь обслужить. То есть, больше сможешь заработать. Соответственно, вот эта вот попытка держать спину прямой, она на первый взгляд кажется хорошей. Но в реальности это неудачное решение проблемы. Потому что, как я уже сказал, человек очень неудобный предмет для массажа. А во-вторых, пытаясь удержать спину все время вертикально, хочешь, не хочешь, ты опять-таки заставляешь свои мышцы работать в статической позиции. А мы все знаем, что быстрее всего забивает мышцы, утомляет мышцы, работа статическая. Когда мышца напряглась и вынуждена держать. Проводили даже, помнятся мне, какие-то эксперименты. В школе Каточниковой об этом рассказывают. Что, вот, дескать, если на палец подвесить какой-то маленький, совершенно небольшой груз и заставить держать на весу, то мышца, ну, буквально там минута, что ли, заключается совсем. То есть, накапливается усталость и, хоп, мышца отказалась от работы. Не могу больше. То же самое касается нашей спины. В своей системе, системе ГИС, мы пошли по-другому. Вот скоро мы должны сделать человека. И сделать его быстро. И сделать его интенсивно. То есть, мы должны включать в работу свое тело. Мы не можем двигаться, как этот деревянный арнекин, а как какой-то там балванчик оловянный. Мы должны включать тело пластически, сгибаясь, наклоняясь, изворачиваясь. Вот и скоро мы должны это все делать. То как нам расслабить мышцы? Как нам избежать утравления мышцы спины? Да, все очень просто, в общем-то. Это, в общем-то, по-хорошему, это первое, что приходит в голову. Работать одной рукой. Отказаться от синхронной работы обеими руками. Да, конечно, возникают ситуации, когда приходится делать обеими руками. Но даже тогда можно это дело избежать. То есть, сделать одной рукой, а потом другой. Если, ну, в примерах, хотя бы массаж пятки и массаж ахиллесового сухожилия и икры. Там очень многие любят, особенно поначалу, работать двумя руками. Но точно так же можно одной рукой взять снизу, а другой массировать и поменять руки. Смысл в чем? Мы меняем нагрузку. Мы меняем нагрузку на спину. Потому что, когда мы работаем одной рукой, другая у нас не работает. Соответственно, мышцы, отвечающие за работу этой руки, целая половина спины отдыхает. И потом мы этой рукой работаем, а эта половина и мышцы спины половина отдыхают. Мы позволяем себе отдыхать во время работы. Вот в чем фокус-то. Даже когда мы очень глубоко и очень сильно там кого-то трем, вкладывая все свои усилия и включая все мышцы, придавливая ладонь к телу человека, чтобы как можно глубже его там проработать. Даже в этой ситуации, работая одной рукой, смотрите, мы работаем по диагонали. Вот у нас одна диагональ, и вот у нас другая диагональ. То есть, когда мы работаем одной рукой, часть мышц, половина у нас не работает. Она отдыхает. Она только поддерживает руку. И точно так же мы работаем другой рукой. И другая половина при этом отдыхает. То есть, мы в два раза увеличиваем срок работы мышц нашей спины и нашей поясницы. Плюс еще один важный нюанс. Начинающие довольно часто его неправильно понимают. Важный нюанс какой? Вот я весь такой красивый и звонкий. И у меня пузо, и у меня вес. Я весу сейчас 120 килограмм. Тем не менее, я могу работать долго и счастливо, и я не страдаю от боли в спине. После массажа и без массажа, и перед массажем. Почему? Потому что я снимаю нагрузку со своей поясницы. Когда мой живот тянет меня вперед, я снимаю нагрузку, опираясь со стола. Я работаю одной рукой, а другой опираясь со стола. Когда чувствую, что моя поясница или спина встали. И дальше опираясь работой одной рукой, я опираюсь со стол другой. Я снимаю нагрузку со своей поясницы и со своей спины. Соответственно, поэтому я могу работать дольше. Во-первых, не уставая. Во-вторых, когда я все-таки устал, я намного быстрее прихожу в себя. Потому что мои мышцы, во-первых, работают динамически. Они напрягаются, они расслабляются, они снова напрягаются, снова расслабляются. Укорачиваются, удлиняются, укорачиваются, удлиняются. Они работают как компа. Они все время гоняют кровь. Благодаря этому усталость, которая накапливается в них, она быстрее исчезает, когда наконец-то даем возможность отдохнуть. То есть, мне действительно хватает 5-10 минут между клиентами, чтобы полностью установить дыхание и установить работоспособность мышц. После этого я прихожу к клиенту и снова могу его 40 минут массировать, совершенно, конечно же, постепенно уставая, но не испытывая при этом каких-то сильных болей. А самое главное, не испытывая болей после работы, когда этих клиентов прошло много. Эта боль, она не накапливается, она вымывается вместе с теми продуктами химического распада, которые возникают в работающих клетках. То есть, понятно, что поначалу, когда человек приходит и только начинает изучать основы массажа, конечно же, у него там все болит. Мышцы уходят, врабатываются в работу. Это нормально. Крепатура спортивная. Каждый спортмен страдал несколько первых месяцев. А тут даже меньше месяца по-разному, в зависимости от тела. Но каждый страдал. Это, в общем-то, страдание один из элементов развития, развития наших умений. Но в целом, благодаря вот этому, благодаря тому, что я снимаю нагрузку со своей спины, и благодаря вот этому, благодаря тому, что я работаю одной рукой и снимаю, опять-таки, нагрузку с половины спины, благодаря этим простым решениям я работаю до сих пор. И я еще буду работать, не дай бог, лет 20. Конечно, я не хочу, но всяко может быть. Могу еще лет 20 работать. У меня нет радикулита. У меня нет этих всяких воспалений, которые так любят находить врачи. И все там изменения в позвоночнике, которые есть. Это возрастные изменения, связанные в первую очередь с моим излишним питанием. И неправильным образом жизни, но никак не сработает. Мне не приходится колоть на ВКИ, ходить на разного рода процедуры, потому что я правильно использую свою технику. Я заботюсь о своем здоровье. Я заботюсь о своем состоянии, потому что мое тело – это мой инструмент. И если плотник беспокоится о своем топоре, о какой-нибудь слесарь, беспокоится о резцах, то я точно так же, если я считаю себя специалистом, и если я хочу в этой профессии работать долго, я обязан заботиться о своем теле. То же самое вы должны сделать и вы. Все время именем.